Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сноу Класс. Сегодня мы дальше рассматриваем игры на айпаде. Сегодня будет обзор трёх игр. Две на айпаде, одна на айфоне будет. Потому что, по неким причинам, первая игра на сегодня, это будет Аберрейс или Юберрейсер. Точно не знаю, как правильно читается, но думаю, правильно будет Аберрейсер. Это вообще старая игра, я в неё ещё, помню, играл со времён своего первого айфона, айфона 2G. Ну, кто-то, возможно, этот айфон даже не знает, это сам первый айфон. Так, на тот момент, конечно, и графика была похуже, и багов было побольше. Помню, допустим, на машинах отражений не было. Ладно. И тут недавно увидел её в Apple Store в топе. Как ни странно, что меня удивило, что такая старая игра, и как-то в топ попался. После некого обновления стала, видимо, популярнее. Ну, ладно. Это игра, жанр гонок. Она у нас что-то... Ну, в разделе гонок апокалипсиса. Такие очень часто бывают игры. Вообще часто я встречал. Ну, ладно. Ну, здесь у нас такой вот интерфейс, интересная такая интересная менюшечка. У нас трофейчики. Можно профиль поменять. Четыре профиля можно сразу. Это разработчики. Опции. Машина. А самая первая машина даётся на Жигули. Честно. Ну, это реально, это Жигули. Самый настоящий Жигули. Ну, я уже нормальный, потому что он всё более-менее укатул какой-то хрень. Хрень нормальная, короче. Ну, ладно. Вот у нас как выглядит так-то свободная. Вот у нас как выглядит карьера. То есть у нас месяц октябрь. Я вообще точно не знаю. Наверное, после того, как октябрь кончится, наверное, пойдёт ноябрь. В основном, что там уже даже гонки со снегом будут. Для этого точно не знаю. Но если хотите, уточните. Не знаю. Скачайте, пройдите. И всё. Я её немного прошёл. Ладно. Ну, допустим, выберём. Вот. Вот. Тренинг. Это означает у нас, что-нибудь тренинг, как оно написано. Тренинг. То есть это гонка на время. Это у нас означает, ну, гонка с людьми. Она поинтереснее. Управление к самому. Ну, по-моему, тут можно перенастроить. Управление, конечно, ну, как машина себя ведёт очень специфично, так сказать. Потому что она себя ведёт, ну, как-то нереалистично, потому что пацанка дрифтует. Ну, здесь CR-чик ЖК-дов уже видно, что апокалипсис типа. Всё грязное такое. Машин особо нету, как-то говорится, модели разрушения. Ну, то есть они особо не разрешаются, что именно просто детали отвалятся. Допустим, колёса, двери. Там, не знаю, спойлера здесь нет, капот может отвалиться. То есть чисто детали отвалятся. Но зато, когда колесо отвалится, сразу тяжело ехать. Ну, не знаю, сейчас попробую врезаться. Отвалится, не отвалится. Так, и вот ещё баги остались многие. Это когда машина может сквозь текстуру проехать. Это так до сих пор не исправили. Ну, крайне мере, в многих местах до сих пор там можно. Так, ну, вот у меня. О, вот видели, сейчас сквозь текстуру провалился. Я надеюсь, в дальнейшем она станет ещё лучше. Ну, вот сейчас у меня колесо отвалилось день назад. Так, назад, не показывай. Ну, то есть, поняли. То есть, может без колеса просто остаться. Игра довольно-таки тяжёлая, конечно. И вообще, я советую, пустим, сказать, потому что она довольно-таки... Даже не стоя на то, что недавно REL RACING 3 выше. Но всё равно, пока, допустим, машина там чинится в REL RACING 3, можно поиграть в эту игру. То есть, чередовать их. Ладно. А здесь в игре 15 машин, это она, считаю, присутствует. Ну, как бы и не много, и не мало, но, думаю, для игры такого жанра это прилично, я считаю. Но машины, конечно, все не настоящие. Они у меня ещё не открыты нифига. На айфоне у меня половина открыта уже. Ну, а на айфоне как-то, не знаю, не получится нам показать сейчас. Надо камеру перенастраивать. Ладно. С этой игрой, в принципе, покончили. Своего с ней... Ничего ещё можно сказать. А, ещё могу сказать, что она бесплатная, но в ней присутствует донат, в принципе. Как и во всех бесплатных играх. Если бесплатная, то либо лайт-версия, либо донат. Это, думаю, все знают. Ладно. Переходим к следующей игре. Следующая игра на сегодня, это будет игра Legends. Но полное название, по-моему, у неё другое. Это Monster Legends, я не помню. Это у нас игра с платформой, то есть с видом сбоку. То есть, ну, что-то типа гравити, так сказать. Только с крутой графикой. Не, на Deacon Rex. То есть у нас на бигфотах, на монстрах ездить, на джипах. Проезжать всякие некие трассы. Тяжёлые, лёгкие, там... Ну, сейчас продемонстрирую. Так, почему у меня джип выбрал? Ай, я же это... Так, вот. Это у нас монстры. Это грузовики. Ну, это... Это как грузовики, там... Большие грузовики, такие огромные. Как сказать, что-то типа КамАЗов такого. Ну, это у нас грузовички небольшие. Джипики, ну, 4х4 полнопривод. Это у нас Monster Pro. Вот, дальше уже идёт фургончики. Ну, это я ещё пока не открыл. А игра стоит всего лишь 33 рубля. Ну, для такой игры, я думаю, это мало. Также можно сразу всё разблокировать, чтобы можно было не проходить игру. Ну, чтобы сразу можно было чего угодно делать, но это стоит 366 рублей. Также можно премиумную машину открыть, они там тоже по 66 рублей, по-моему, стоят. Вот, это можно открыть машинку. Я не помню, сколько она стоит. Нет, мама потом... Надеюсь, я захочу лучше открою её. Мне, естественно, больше всего Monster понравился, наверное. Так. Почему у меня выбрана эта пашняга? А, и там была некая трасса. Как же здесь ещё разная машина? Так. А, ладно. Чего бы ты выбрал. Вот этот сон у него Monster нравится, классно. Так же. То есть, выглядит вот так. Там моя тень. То, что, как я в прошлый раз проходил, по-моему, на 3 звезды прошло. То есть, тут по времени. Пусть он заодно за 41 секунду приехать. Если не приехал, то там даётся там секунд 45, чтобы на серебро. Ну, и дальше. Если не прошёл, ну, за время даже на бронзу, то вообще, ну, не прошёл. Миссию. Ой. Приземляться надо на колёсах, потому что от этого машина... Конечно, ну, если, ну, плохо приземлиться, то машина разобьётся. Так. Ну, допустим, следующая трасса. А, машину, конечно, можно и взорвать, если перевернуться, или, ну, если она полностью разобьётся. Вот, например. Как я удачно врезался-то. Потому что с одного раза машина взорвалась сразу. Колесо катилось. Эпично. Ну, тут я мог уже другую машину убрать. Так же тут, ну, такая некая разновидность автомобилей, машин. Ну, их тут приличное количество, я считаю. Ну, кроме для такой игры, тут их много. Я не знаю точно сколько их. Опа, два хп осталось. У нас уже машина горит. Я буквально вообще не проехал. Ладно. Так же тут есть бонусные гонки. Гонки, там, вот, например, вот. У них вот такой значок. Здесь, по-моему, надо пролететь, там. Да... Я уже не помню сейчас на чё от МС-9. Да, тут прилететь надо. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, да. Хренакс. И всё, в лаву попал, взорвался. Здесь модель разрешения машин, не помню, но, по-моему... Ну, в принципе, как я смотрел, она тут есть, но она слабая. По-моему, там нёдся машина. Ну, сейчас, например, бампер отвалился у меня. По-моему, там мятинки большие наблюдаются, я как видел. То есть, такие вот бонусные гонки. Есть, например, бонусные гонки, где нужно в кузове автомобиля провести, там, три коробки или, там, брёвна, ну, до конца. А вот так вот они называются. Ой, вот такой значок у них. Вот здесь надо коробки довести до конца. Если, допустим, довезли две коробки, то, знаешь, серебро пришло. Если все три, то на золото. Так, спокойненько нужно ехать здесь, вообще не спешить. Так, что-то я взорвал там бочку, по-моему. Можно здесь все загнаться. Газку, давай! Упс! Нет, 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 коробочки, не улетайте. Ну, вот так, короче, всё на золото прошло. Даже быстрее, чем в прошлый раз. Так, ну, в принципе, думаю, всё с этой игрой. Что можно сказать? Ну, грузачки у нас есть. Вот такие вот, там, как говоришь, что камаза, которые такие здесь большие. Гоночные. У нас джипы. Понимаете, это я ещё не открыл. Ну, в принципе, тут отсюда видно, какие-то баги у нас, походу. Это фургончик. Это также джипы у нас. То есть, это у нас три обычные. Это у нас про. Это у нас уже, видимо, вообще элита. А это гравити. Вау. Ну, наверное, как-то финал. Ну, тоже скачиваете, очень классно. В принципе, если вы хотите убедиться, что игра классная, можете лайт-версию скачать. Она абсолютно бесплатная. А потом уже можете скачать полную версию. Она 300 рубля стоит. Собственно, как я и сделал так же. Следующая игра у нас будет на айфоне. Так что, приступаем. Так, этот обзор на следующую игру будет на айфоне. Потому что это игра для айпада и для айфона. То есть, там разные версии. То есть, допустим, если ты покупаешь на айфоне, она будет только на айфоне. И ты на другие айфоны сможешь скачать. На айпад снова тебе она покупать. Тем более, на айпаде она дороже. Ну, решил, зачем покупать на то, на другое. Решил, на айфоне проходите. Называется она Vector Live. Так, где она у меня? Она в Action. Это что-то типа паркура. Это, кто знает, это типа Мирус Сейдж 2D. На компьютере была такая. То есть, здесь показывают просто современное будущее. В частности, люди просто зомбируются. Извиняюсь. Да, я маю. Здесь наш герой, с которым мы играем, наш паркурщик. Он просто, видимо, не выдерживает этого и сходит с ума. Скидывает эти грёбаные наушники, которые у зомбируют. И выбегает. Вот так вот у нас выглядит здесь менюшка. То есть, три локации у нас стоят. Либо офисный район, либо стройка, либо технопарк. Я их ещё не открыл. Вот, открыл только. Ну, он сразу открыт. У нас офисная площадка. Ну, пробить по крышам. Я вам, наверное, поначалу с вами первый покажу. Так, блин, наверное, этот обзор плохо получится, потому что я пальцами просто, наверное, прикрываю весь экран почти. Так, вот так у нас выглядит. Так, всё, побежали. Так, на, здесь нас учат. Ладно, давайте вторую выберем. Сейчас не хочу опять там учений. Медленная. Сразу со второй начнём. Трюки у меня открыты. Так, что здесь трюки. Всякие прикольные. Шух. А, я не прыгнул. Так, мне эти кубики собираем. Мне левел повышает, по-моему. Ох. Не знаю, мне понравилось, может, и я... Ярый любитель Миру Сейдж и... Мне, естественно, ну, эта игра как-то напоминает Миру Сейдж. И, а-я-я-я, пропустил трюк. Главное, чтобы он нас не поймал. Всё, нас поймал, ток он убил. Ну, ладно. Бульк. То есть нам нужно просто убежать от него. И всё. Ну, прыгай. Да. Давай. Так, раздолбили. Так, перепрыгаем. Круто. Ну, это, конечно, очень замедляет. А-а-а-а, боже мой. Она тяжёлая очень. Я сила в очень долго прохожу на ней. На этой игре. Так, надеюсь, видно всё. Ну, всё-таки здесь лучше будет. Давай. Во, как сделал. Круто. Так, а-а-а, чёрт. Ну, не успел до ускорения. Боже ж ты мой, блин. Ну, чуть-чуть. Там, по-моему, разбегается, прыгает в другое здание и всё. Там, конец левела. Так, не допрыгнул. Ну и хрен с ним. Так. Так, да, блин, чёртова табуретка лечит. А, чёрт, не успел прыгнуть. Всё, ускоряемся. Бежим, 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 бежим. Прыгай. А, нет, тут ещё не конец левела. Так, прыгаем. Так, вниз у нас сидел вон. Ну, делать подкат. Так, всё, на этом левел закончился. Ну, и, в принципе, все левелы такого типа. Но там они всё сложнее, сложнее. Я их себе на одну звезду прохожу. Может, тяжело очень-то. Так, давайте купим трюки эти. То есть, то, что мы подвергаем вот эти вот кубики. Это у нас дают бабло. Всё, подзабыл уже. Сказал левел. А, так. Здесь, по-моему, я постоянно доставал. Вот тут. Надо сраниться мне. Ой-ой-ой-ой. Так-так-так-так. Давай-давай-давай-давай-давай. Ой-ой-давай-давай-давай. Аааа. О, нет. Всё, проиграли. Можно, если там из большого стиля упасть, убиться можно. Ну, если просто летишь, там не допрыгнул, в стенку долбанулся. Он подыхает. Лягушкой. Это, блин, попрыгушка. Опа, опа, опа Опа, всё, сделал трюк Да, вот так вот, короче, об стенку убивается Ну, в принципе, мне игра понравилась Так как поубивать время очень классно, я считаю Ну и, в принципе, на этом всё Assemble Class Так что подписывайтесь на канал Подписывайтесь также на группу ВКонтакте Где вы сможете следить за всеми новостями Что происходит на канале Что такие видео будут Какие видео были там И музыку я тоже буду скоро выкладывать Ну, которая у меня на канале, допустим, в интро играет Или под концовку Ну, да ладно Ну, в принципе, на этом всё С вами был QS, пока Субтитры сделал DimaTorzok